МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Возле Центрального парка или рядом со спичкой власти Барнаула выбирают место для проведения городских праздников. Все, без исключения, видеокамеры на полосах для общественного транспорта заработают в конце сентября-начале октября. Такие сроки называют в Барнаульской мэрии. Четыре комплекса видеофиксации уже работают в тестовом режиме, сообщили в ГИБДД, четыре еще устанавливают. Некоторое время понадобится на подключение оборудования к системе видеофиксации. Напомним, так называемые выделенки для общественного транспорта появились в Барнауле в мае после закрытия на ремонт путепровода в районе Нового рынка. На участках трех проспектов – Ленина, Калинина и Строители, а также на улице Аносова – стали действовать особые правила для разгрузки движения. Если камеры зафиксируют выезд на выделенную полосу, водителю грозит штраф в полторы тысячи рублей. Правда, если оплатить его в первые 20 дней, то сумма уменьшится в половину. Отметим, каждый комплекс видеофиксации может включать в себя несколько камер, направленных в разные стороны. И подчеркнем, за последние месяцы дорожный фонд пополнился на 750 тысяч рублей. Транспортный трафик в Барнауле возрастет с начала учебного года. Для снижения напряженности на дорогах краевой столицы власти прорабатывают дополнительные меры. О них в следующем сюжете. Лето подходит к концу, и в город возвращаются отпускники, съезжаются студенты и дачники. Нагрузка на основной магистрали города уже начала возрастать. В мэрии подсчитали, что с осени автопоток увеличится в среднем на 10%. Мы будем оценивать ситуацию ежедневно, вплоть до 10 сентября, чтобы подвести какую-то черту. При необходимости оперативные корректировки в работу светофорных объектов, либо в регулирование дорожного движения при помощи сотрудников ГИБДД. Соответственно, будем оперативно эти вопросы решать. Чтобы снизить остроту проблемы, в городе уже ограничили движение грузового транспорта в Часпик, Почелюскинцев и Калинина. Ввели запрет на парковки на улицах Северо-Западной и Нового рынка. А сейчас устанавливают 8 новых комплексов видеофиксации нарушений. На 20 светофорах уже изменили циклы регулирования. Где-то время сигнала увеличили, а где-то укоротили. На 4 для разведения потоков ввели доп-секции. А для пассажиров запустили спецтариф на электротранспорт. Он позволяет пересаживаться в районе путепровода без повторной оплаты проезда. Контрольные замеры показали, что время пребывания пассажиров общественного транспорта в пути в разы сократилось. Анализ был произведен по автобусному маршруту номер 20, так как он как раз у нас попадает на наиболее загруженные участки Павловского тракта, проспекта Строителей, проспекта Ленина. Время в пути составляло 84 минуты. На текущий момент составляет 73 минуты. Власти признают, что на личном транспорте барнаульцам добираться стало дольше. Но ситуация далека от критичной. Добавляют в мэрии и подчеркивают, в первые 10 дней сентября повторно проведут мониторинг дорожного движения. И в случае необходимости обязательно примут дополнительные меры. Мария Мацаева, День с толком. Трамвайные пути могут построить на Павловском тракте. По крайней мере, такую идею рассматривают городские власти. И такое предложение неоднократно высказывали жители Барнаула в соцсетях. Во многом причина тому загруженные дороги в новых городских районах. Эту проблему вновь подняли журналисты во время дискуссионного клуба «Точка зрения», который организовала Сибирская медиагруппа. Так, возможно ли построить новые трамвайные пути? И как обстоят дела с новой схемой работы общественного транспорта Барнаула? Ответы в нашем сюжете. Формат дискуссии в зале СМГ уже становится традицией. В этот раз по одну сторону журналисты и общественность, по другую мэр города и его заместители. Тем для обсуждения множество, в том числе и общественный транспорт, который порой сильно изношен и которого не хватает. По поводу пуска трамваев на Павловском тракте. Вот в связи с тем, что там загрузка сейчас большая идет, да, от районов к новому району возводятся дома. Насколько эта идея перспективна, реальна? Оказывается, такую перспективу закладывают и в генеральный план города. Но на воплощение идеи требуются большие средства. По словам представителей мэрии, только на строительство одного километра трамвайных путей понадобится 100 миллионов рублей. А ведь нужно еще реконструировать саму улицу. Придется даже снести несколько зданий по советской армии. Такой большой глобальный вопрос. Он интересен для города, он интересен для развития ГЭТ. Но стоимость реализации понимаете какая. Решить вопрос пассажироперевозок, что называется комплексно, должна новая схема движения общественного транспорта. Ее недавно разработали и приняли в мэрии при участии ведущих специалистов в этой области. Она предполагает изменение маршрутной сети, в том числе в новых городских кварталах, а также обновление подвижного состава. Вот только реализовать схему в самое ближайшее время на 100% не получится. До ввода в эксплуатацию путепровода на проспекте Ленина принять и переименить эту схему на сегодняшний день не представляется возможно. Базовая схема предполагает под собой, в первую очередь, это обновление подвижного состава и такие значительные вливания средств. Средства в данном случае предполагаются бюджетные. То есть, если говорить о цифрах, полное обновление подвижного состава и запуск новой схемы требует вливания дополнительных 4 миллиарда. Но на общественный транспорт в городском бюджете уже стали закладывать больше средств, говорят власти. Если пару лет назад эта цифра составляла 250-300 миллионов рублей, то сейчас 400. Пожалуй, главная задача – сохранить электротранспорт как самый экологичный и популярный у населения. Впрочем, не менее важно создать муниципальное автобусное предприятие. Ведь, по мнению властей, социально значимые направления движения надо финансировать из городского бюджета. Кстати, глава администрации города Вячеслав Франк считает, что пассажироперевозки – одна из важнейших городских проблем, в отличие от того же озеленения. Тему тоже обсуждали на дискуссионном клубе. Вообще, социология города Барнаула говорит, что зеленые зоны не настолько актуальны. По-моему, седьмой или восьмой вообще вопрос. При опросе жителей города Барнаула. Вот у нас перекат немножко, знаете. Вот транспортная схема, но я бы ее отметил как приоритетную проблему в городе Барнауле. Именно приоритетную проблему. О других приоритетных задачах Барнаула, которые затронули на дискуссионном клубе, а именно генплан города, программа переселения горожан из ветхого и аварийного жилья, городские парки и проблемы родителей и школьников, расскажем в ближайших выпусках новостей. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. И вот как раз с повышением комфортности в новых жилых кварталах Барнаула задачились специалисты. Под руководством Министерства строительства края в районе новостроек начали прокладывать две автомобильные дороги. На них из федерального бюджета выделили больше 250 миллионов рублей. Но насколько новые дороги разгрузят основные ближайшие трассы и ждать ли благоустройства жителям спального района города – в сюжете Дмитрия Дроздова. Ну тут было так, что был пустырь, в принципе, было не облагорожено. Это было до того, как проспект энергетиков начал застраиваться новыми домами. Когда появились жилые здания, про дорогу, мягко говоря, подзабыли. В этих краях стало тяжело ездить и автомобилям, и особенно общественному транспорту. Классно будет, что проезжать будут, видно будет все красиво. Не будет хотя бы, если из каких-то таких значимых плюсов, не будет пустыря вот этого некрасивого. И как-то, я думаю, облагородует все-таки, что и пешеходные зоны появятся тоже. На этом участке дороги обещают построить бульвар для пеших прогулок. Зеленая зона со скамейками и фонарями протянется от улицы Власихинской до Взлетной. Вдоль нее должна пройти новая двусторонняя дорога протяженностью 800 метров. Сдать объект должны к октябрю. Мы продолжаем вводить больше жилья, чем в прошлом году. Введено уже более 670 квадратных метров. Мы улучшаем показатели прошлого года на 22%. Здесь наибольшая концентрация нового жилья. И все-таки необходимо повышать комфортность граждан, которые проживают в том числе в Новостроле. Еще одну дорогу прокладывают на улице 65 лет победы от энтузиастов до Сергея Семенова. Сейчас на этом участке занимаются установкой ливневой канализации диаметром 800 миллиметров. Закончат работы к 20 октября. До начала производства работы здесь была дорога выполнена из дорожных плит. Мы зашли, это новое строительство, это подготовка территории была. Убирали эти дорожные плиты, убирался излишки грунта, которые здесь находились. Снос зеленых насаждений. Ну и соответственно и уже приступали непосредственно к новому строительству. Обе автомобильные дороги строят по федеральной программе «Стимул». Они, по словам специалистов, должны немного разгрузить другие дороги в загруженном спальном районе. К слову, ремонтные работы идут сейчас еще на трех объектах в районе новостроек. А нуждается в обновлении каждая вторая. Но их ремонт идет строго по плану. А что касается строительства абсолютно новых объектов, пока планы не раскрывают. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. А вот алтайские байкеры готовы делиться кровью. До пятницы в регионе проходит всероссийская акция «Автомотодонор». Таким образом, врачи напоминают и о важности донорства, и о взаимовыручке мотоциклистов не только на дороге. Люди, которые передвигаются на мотоцикле, наверное, наиболее уязвимы из тех участников дорожного движения, которые на сегодняшний день у нас присутствуют. Важно, чтобы они обратили внимание своих собратьев, что есть такая еще и потребность, как сдать кровь для своих же коллег. В том году парень один упал, и тогда у нас в мотосообществе написали, что нужна кровь, и пришло очень много людей, чтобы сдать для него. Донорская акция среди байкеров в Алтайском крае проходит 12 лет подряд. В этот раз сюда приехали 10 мотоциклистов. Правда, до переливания допустили всего несколько человек, тем, кому по показаниям здоровья можно сдавать кровь. Отметим, что в центре переливания ждут не только байкеров и напоминают, к процедуре нужно готовиться. При спонтанном порыве сдать кровь половину желающих, как правило, не допускают. Врачи объясняют, причины тому могут быть разные. Человек, к примеру, не позавтракал или у него недобор веса. Тем не менее, каждый из данных литр крови очень ценен. Среди сегодняшних доноров был обладатель универсальной первой группы. Он сдавал кровь второй раз в жизни. Первый раз даже откачивали, девчонки подбежали. Ну, то есть, я сижу, чувствую, что все, взгляд в точку. Говорю, вот девчонки подходите, мне откачивать надо. Влили в меня, ой, сколько там, два бутыля, наверное, физроствор, и ничего, нормально, ушел. К другим темам в Целинном районе отчитались о темпах уборочной кампании, а также завершении ремонта в сельской школе. На днях в район с рабочим визитом приехал глава региона Виктор Томенко. Подробнее об этом расскажем далее. Сбор урожая набирает темпы. В хозяйстве Вирт Целинного района обмолот зерновых и зернобобовых составляет 20% площадей. Урожайность 36 центнеров с гектара. С учетом засушливой весны и лета это хороший показатель. Часть этого урожая направляют на откорм крупного рогатого скота. Чтобы узнать, как проходит уборочная кампания, накануне хозяйства посетил губернатор региона Виктор Томенко. С точки зрения самого зерна, это пассивно. Оно наше? Есть у нас випорты, и наше мы сейчас пробуем. В любом случае, на следующий год мы уже закупились. Видите такую ситуацию, мы сработали на опережение. Плюс это касаемо кукурузы и рапса. Касаемо зерновых, у нас все семена мы сами производим, мы их выращиваем, мы им продаем. Поэтому по зерновым нет проблем. А это уже село Шалап, тоже в Целинном районе. Сегодня здесь завершают ремонт в местной школе. Ход работ проверил Виктор Томенко. Школа была построена еще в 1967 году. С тех пор здание не видело капитального ремонта. В плохом состоянии была уже и кровля, и много мы получали замечаний. Роспотребнадзора старались их исправить, делали это своими силами. Но капитального ремонта не было. Позже Шалапскую школу включили в федеральную программу модернизация школьных систем образования. На все работы было выделено почти 49 миллионов рублей. Это позволило провести ремонт спортзала и благоустройство пришкольной территории. А еще закупить мебель, спортивное оборудование и компьютеры. Сегодня в школе есть и новая столовая, и современные кабинеты. Например, для углубленного изучения биологии и химии. Даже вот эта нетрадиционная, то есть точка роста, она требует нетрадиционную даже расстановку мебели. Поэтому они могут вставать, что-то обсуждать. Сейчас здесь наводят последние штрихи. А уже почти через неделю обновленная школа встретит 74 ученика. В этих стенах они отпразднуют юбилей. В этом году учреждению исполняется 55 лет. Это стало событием для всего нашего села Шалак. Потому что все помогают, и родители, и дети, и односельчане. Наводить порядок сейчас помогают при 1 сентября. Ирина Корчагина. День с толком. Наш следующий материал о женщине, которая, на наш взгляд, может многих вдохновить. Находясь в декретном отпуске, она занялась фотографией, освоила несколько новых профессий, начала расширять горизонты бизнеса за пределы страны. И это при том, что у нее четверо детей. Как быть наполненной позитивной энергией, решая огромное число дел ежедневно. Этот секрет у героини постаралась выведать наш корреспондент Анастасия Драган. Здесь кто? Мама. Слово «мама» Анна слышит чаще всего. У нее четверо дочерей. Говорит о таком богатстве и не мечтала. Сейчас не представляет, чтобы у нее был сын. Дом наполнен женской энергией. Мы всегда очень готовимся к фотосессии. Хотелось бы это прямо оставить надолго в памяти. Очень трудно собрать большую семью вместе. Семья брата, моя семья и наши бабушки с дедушками. Моменты, когда вся семья вместе, редки. Все заняты делом. Супруг Игорь помогает Ане по дому. Поэтому в третьем декрете она смогла освоить две профессии и изменить жизнь. А подтолкнули к этому дети. Ведь хотелось запечатлеть каждый момент их взросления. Вдохновение меня накрыло. Я решила заняться фотографией. И это было не только увлечение фотографией. Я еще занималась. Я шила одежду. Такие съемки прям под ключ. С оригинальными, действительно, с оригинальными творческими костюмами. Такими сказочными. Красоту шила. Красоту снимала. Сначала малышей, потом и взрослых. А спустя 8 лет зашла в издательское дело. Мама выпускает новый журнал «Свои люди». И я фотовалась на обложку журнала с моей сестрой. Детский вопрос и здесь один из ведущих. Для этого есть целая рубрика. «Чудо-дети» – это уникальные ребятишки, которые обладают уникальными навыками. Например, кто-то хорошо рисует, кто-то в три года является уже моделью профессиональной. Кто-то занимается визажем и делает очень крутые прически, причем уровня такого взрослого. Авторитетные барнаульцы и их достижения тоже на страницах журнала. И Анне приятно, что именно ей доверяют рассказать об их успехах. Детельная мама вдохновляет и дочерей. Полина позирует на фото, Алена рисует, Ксения – начинающий ногтевой мастер, а Елизавета в 15 лет уже работает визажистом. «Мама как раз-таки подтолкнула меня к этому начинанию, что ли, быть более самостоятельной, иметь собственный достаток. Это же круто для подростка. Тяжело воспринимать себя по-другому в обществе. И как окружение воспринимает себя. Вот мне 13 лет, и я начинаю работать с людьми. Все такие «Ого, ты что? Ты что маленькая? Ты же такая маленькая». И хотя Анна переживает, что семья недополучает ее внимания, в то же время она гордится самостоятельностью девочек. О своем опыте рассказывает другим в своей школе развития. Там же создает пространство для общения и обучения для всех желающих. А еще планирует выводить бизнес за пределы страны. Она смеется, что у нее необычная семья. Но именно это и делает их жизнь интересной. Если бы не мой семейный тыл, ничего бы того, не новых проектов вообще бы ничего бы не было. Анастасия Дороган, Алексей Кризин. День с толком. Немного о спорте. Впервые в Барнауле состоялся городской турнир по дворовому футболу. В нем приняли участие 19 городских команд и главные условия турнира – игроки-любители. Тех, кто занимаются в профессиональных футбольных секциях, не допускает. На турнире представлены две возрастные категории мальчиков – старшие 2009-2010 годов рождения и младшие 12-13 годов. А также отдельная группа девочек, в ней сразу четыре команды. Самой сильной по итогам турнира оказалась дворовая сборная из Октябрьского района. А у мальчиков во всех возрастных категориях золото взял коллектив из школы номер 60. Идея такая, что не все дети могут себе позволить куда-то ездить, тот же мяч купить и так далее. То есть мы на общественных началах пытаемся это им организовать. Сейчас мы все-таки идем к тому, чтобы именно дворовый спорт, именно дворовые ребятишки, они именно сейчас здесь себя проявляли. А лучшие, дай бог, пойдут куда-то дальше заниматься, может что-то заметят, тренера заметят. Власти города подыскивают площадку для празднования дня рождения Барнаула. Несмотря на то, что основное торжество в этом году традиционно пройдет на площади Сахарова, назвать это место красивым и тем более презентабельным давно нельзя, считает глава администрации города. Своим мнением по этому вопросу он поделился с участниками дискуссионного клуба, который прошел сегодня в Сибирской медиагруппе. Безобразный абсолютно фонтан, который должен быть украшением театра имени Василия Макаровича Шукшина, этой зоной, да, там трубы, не знаю, там 60-го года какие-то торчат, безобразные. Новая площадка для проведения городских мероприятий необходима, но вариантов пока особо нет. По мнению мэра, располагаться она должна в районе Центрального парка, но там сейчас мешает трамвайное кольцо. Возможно, местом проведения праздника в будущем станет и всем известная спичка. Такой вариант прорабатывают. Вячеслав Франк также считает, что при проведении праздничных мероприятий нужно гораздо больше задействовать Молотобольскую улицу и Барнаульскую набережную. Молотобольская как-то начала оживать, а набережная не очень. У нас набережная такая какая-то, малозадействованная, но площадка – это вопрос. Напомню, основные торжества, посвященные Дню города, в этом году пройдут уже совсем скоро в популярный, благодаря Михаилу Шуфутинскому, день 3 сентября. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи!